Иллюминации – увеселительные мероприятия по случаю праздников в прошлых веках, и известны они еще с очень далеких времен. Казалось, что может быть проще. Но в то же время знаем мы про них очень мало. Тема иллюминаций уже не новая, многие исследователи поднимали вопрос о загадках этого явления. Решил проверить сам, насколько это так, и посмотрел по иностранным источникам. Могу констатировать, что действительно не так все просто. Все источники так или иначе связаны с технической стороной. Иллюминаций – закрыты или полностью, или купюрами в самой интересной части. Материал для этой статьи пришлось набирать из архивной желтой прессы, типа такой ее в Европе еще не додумались подвергать цензуре. В этих изданиях детальной информации также почти нет. Но факт иллюминаций действительно имел место быть, очень много графических источников это подтверждает. И явно это был не пороховой фейерверк или любое использование фонарей так. Сказать внутреннее возгорание. Ощущение, что гравюру кто-то подмалевал, но явно видно, что колонны зданий на первом этаже обмотаны какими-то гирляндами. Понятное дело, об использовании огня тут не может быть и речи, иначе все махом загорится, а пожаров в те времена боялись не меньше чумы. Обратите внимание, это 1745 год, Париж. Это там же, но в 1681 году. Люстры, которые висят на отяжках, явно не содержат свечи. И свет у них странный, светится весь каркас, а не отдельные лампы там, где им положено светить. Что это, гротеск художника? Давайте еще посмотрим. Это вид ночного Парижа. Здание явно увешано какими-то шарами. На дереве тоже что-то висит. Это Франкфурт, в 1730 году, с гербом Российской империи. Очевидно, для шаров сделаны специальные декорации. Выглядело, наверное, очень красиво. И вновь видим, что на здании висят шары. Факт становится неопровергаемым. Еще стоят елочки, но про них немного потом. Есть какая-нибудь деталь, которая объединяет. Эти картины, ну кроме, естественно, всеобщей эйфории. Конечно же, есть. Это есть не что иное, как загадочные вазы на выступах здания, они же эфирные конденсаторы, рассмотренные в прошлых статьях. Картина начинает проясняться. Смотрим дальше. Даже с воздушного шара идет свет, подсвечивающий какой-то креатив. Надо думать, это не огонь от сгорания чего-то. И под иллюминацией сделаны декорации. Ого, целый обелиск завесили. Обелиск не бутафорский. Он стоит в Париже по сей день. И на шесте висит какая-то люстра Чижевского, и к ней кто-то лезет. Собственно, не какая-то, а это и есть та самая люстра. Вот только откуда берется такое высокое напряжение ионизации на ее концах? Рисовал гравюру явно не инженер, поэтому вывод сделать сложно. Высоко вероятно, что это влияет обелиск. Это достаточно масштабная иллюминация в Версале. Как видим, очень много светящихся вас, стоящих достаточно часто. Если сейчас посмотреть на этот фонтан, его можно. Не узнать. Он практически полностью перестроен. Такого количества вас там и близко нет. Упс. Опять люстра Чижевского, только висящие и стоящие. Обратите внимание, какой масштаб конструкций, согласно роста людей. Очевидно, купольное сооружение настоящее, стоящие на постаменте елочки, тоже, скорее всего, имели место быть. А елочки с боков картины, скорее всего, художественный вымысел. Глядя на свет этих елочек, не вызывает сомнения, что это электрический разряд. Как уже было видно по выше приведенным. Гравюром, свет идет не от отдельных свеч, а от всей конструкции елочки в целом, в местах наибольшей концентрации электрического поля. Еще обратите внимание на светящийся круг в районе купола. Есть во французской желтой прессе 19 века рекламные объявления по продаже некоторых артефактов. Желтую прессу никому не пришло в голову подвергать цензуре, и обозначены эти предметы как церковные светильники. Каким образом они светят? В архивах есть подробнейшие технические описания от 19 века газовых ламп. Ламп с примитивных ранних до суперсовременных на то время. Вплоть до схем подготовки газа и чертежей форсунок с точными размерами. Даже похожих предметов в этом описании нет. Очевидно, это и есть те самые светильники, которые дают свет, попадая в электрическое поле купольного сооружения. Это неудивительно, купола в то время были не только на храмах, многие жилые дома их имели тоже. И не обязательно на доме должен быть купол, мезонины домов являлись упрощенными купольными сооружениями, но об этом позже. В иллюминациях использовались такие же светильники, только больше в размерах. Это, видимо, из той же серии. Только художник слегка слукавил, изобразив пламя на светильниках в гравюре сверху, если он, конечно, не разряд имел в виду. В таком глазомерном масштабе заправлять такие светильники топливом нереально, не говоря уже о противопожарных мероприятиях. Обратите внимание на форму веток елочек на нижней гравюре. Это похоже не на елку, и даже не на минору, а на устройство для улучшения ионизации воздуха для разряда. Кстати, иллюминации делали в Европе каждый раз на Новый год. Подробнейшие отчеты по расходу казны на эти мероприятия лежат в оцифрованном виде, все до единого, с 1870 года. Почему эти светящиеся елочки по той традиции пришли к нам? Только железную елку заменили на живую, а разряды заменили сначала на лампы накаливания, потом на светодиоды. А может наоборот, это от нас они. Пришли туда. Историки, прокомментируйте, пожалуйста. А мы смотрим дальше. Это вообще шедевр. Обратите внимание, какой формы эфирные конденсаторы наверху над колоннами. Это сооружение настоящее, его только приспособили под иллюминацию. А вот сзади уже декорация. И елочки уже больше похожи на миноры. И все обвешано какими-то шарами, видимо, на сетке. А вот на следующую гравюру смотрим внимательнее. Слева внизу там что-то горит, видимо, петарды, а вот на обведенные участки надо посмотреть с увеличением. А что мы видим? Ничто иное, как эфирный конденсатор в виде вазочки или горшочка с цветочком. Сложилось устойчивое впечатление, что обычай ставить дома горшки с цветами на окно пошел именно отсюда. Да и в архитектуре тоже. Древние архитекторы знали, что любая растительность накладки со временем ее разрушает. И любые вазы всегда делали с крышками. Ни один архитектурный элемент древности, который не связан с несущей, способностью, не был просто декоративным элементом. У него был функционал. И у вас он тоже был. А какой еще, кроме того, чтобы наливать туда ртуть или то, что концентрирует эфир? Сомневаетесь во всем вышесказанном? Вот еще один артефакт. Это эскиз к приготовлению иллюминации, незнамо как прошедший через цензуру. Посмотрите, как много наших эфирных конденсаторов, больших и малых, и висят они на какой-то сетке, или стоят на выступах здания. Это не лампады, и им подобные светильники. Нельзя огонь вешать на здание, он как минимум его закоптит. Вот это и есть те самые шары, которые вешают везде на всех гравюрах. Надо думать, они так концентрируют эфирное поле, что все выходящие наружу металлосвязи здания, под воздействием волн Шумана, светятся огнями Святого Эльма. А также светится все то, что к ним прикасается, светильники в виде минор, елочек и им подобных. В поисках конструктива этих эфирных конденсаторов пришлось облазить много. Печатных изданий XIX века, которых не подвергали цензуре, газеты, бюллетени выставок и прочие подобную печатную продукцию. Информации очень мало. И в одном издании все же мелькнуло. Освещением пляс Делла Конкорд являются подставки с шарами, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга на линии, совпадающими с перилами канала. Освещение площади и моста Согласия будет состоять из небольших оловянных фонарей, потому что их свет имеет больше блеска и движения, чем огненные горшки. Аргонового освещения и цветные стекла, колонны и антаблемент портика, приспособленные для приема огненных горшков. Как видно, наши эфирные конденсаторы – это оловянные шары с какой-то начинкой. И скорее всего их или крепят к сетке и вывешивают на здание или ставят на выпуклости. Если они имеют сверху какой-то стальной острый элемент в виде цветка, то они начинают давать разряд. И свет этого разряда действительно имеет больше блеска и движения. Еще одно интересное фото. В Париже встречают Николая II в конце 19 века. Обратите внимание на железяку, обведенную красным. Это обычная художественная металлоконструкция с логотипом Франции, где-то рядом там стоит такая же для России. Такие во множестве делали при социализме и у нас, и с лозунгами «Слава КПСС» вешали везде и обматывали лампочками. Так вечером эта металлоконструкция с фото светилась, как будто она была нитью накаливания в лампочке. Конечно, это был обычный разряд с ее поверхности. А создавали этот разряд эфирные конденсаторы и траверсы со столбов без проводов, которые по случаю ответственности мероприятия даже поставили без самих столбов, выделены синим. Или опять скажете, что там просто провода не повесили? Кстати, на фото еще много интересных деталей. Но Европа, это понятно, а что у нас? У нас в то время было ничуть не хуже. У многих в блогах есть такие же гравюры, как с изображением Москвы, так и Санкт-Петербурга. Не буду их копировать, при желании вы их без труда найдете. Но все же есть парочка фото, какие хотелось бы показать. Догадайтесь, где это и когда. Правильно, Москва, сверху Гум, снизу набережная Москвы-реки. Фото с коронации того же Николая II в 1896 году. При коммунистах такого не было никогда, да и сейчас тоже. Маленький вопрос для школьника. Какой должна быть мощность электростанции, если на один погонный метр линии освещения всего этого? Уходило четыре лампы по 25-ти вторник. Он скорее всего ответит, если продвинутый, что таких электростанций в Москве того времени быть не могло. И будет прав. Это тоже иллюминация, не потребляющая внешнее электроснабжение искусственного происхождения. Как ни странно, здесь тоже все делалось посредством эфирных конденсаторов. Бесплатно. Большевики не зря похерили все эти конструкции вместе со специалистами в историю. Ротшильский обком свое дело тогда знал, да и сейчас знает. Ну а собственно, собственно обвешивать кремлевские башни совсем не надо. Если у них снаружи есть металлосвязи, достаточно создать высокое электрическое поле в районе их расположения. Как это делается, наверное, все уже поняли. Металлосвязи начнут выделять разряд, что и зафиксировано на фото. В башнях Кремля металлосвязей очень много, это уже доказанный факт. Так что иллюминации, храмы и технические сооружения типа беспроводных трамваев, дети одного природного процесса под названием атмосферное. Электричество. Не верить в это, право каждого, но фактов и документов на эту тему накапливается уже слишком много, чтобы не воспринимать их вообще. Ну и в заключение еще одно фото. На парижской выставке демонстрируется достижение электроосвещения. Не такого, как сейчас, как вы, наверное, уже поняли. Это 1890 год.